здарова ребятки сейчас я вам поправлю себя всем привет это ролик про во первых почему я в очках потому что мне многие пишут что у меня грустные глаза так что я сегодня стильных очках отдал дань уважения своему любимому блогеру кэсси наистату такие штуки сделал для себе белые мы уже больше полугода в сша и все-таки это такая круглая цифра до 6 месяцев как бы это не звучало и я хочу снять вам ролик про то что изменилось у меня за 6 месяцев как изменилось точнее мое мнение про сша что-то может быть негативное появилось что-то может быть наоборот позитивная появилась поэтому сегодня вам расскажу вы пожалуйста послушайте поставьте лайк подпишитесь если до сих пор не подписаны и приятного просмотра в общем про штаты у меня есть ролик на канале про мое мнение о сша спустя месяц жизни этот ролик набрал больше всего просмотров вообще на канале там почти 190 тысяч но я не думаю что это так зайдет потому что просмотр у меня упали я стал не такой интересный но все равно 15 человек моих меня смотрят и спасибо вам что вам сказать сейчас я нахожусь в городе таскалуза штат алабама здесь я работаю до этого я снимал ролик как я работал в техасе на сейчас меня перевели сюда в общем за эти полгода точнее я уже здесь семьей нахожусь 8 месяцев но как бы странно было записывать про ролик 8 месяцев сша так что ролик называется полгода в сша что за эти полгода у меня изменилось ну во первых это работа у меня сейчас тут тут фу тут фу более-менее стабильная работа потому что на тот момент когда я записывал ролик да у меня тоже была стабильная работа но через месяц по моем после того как я ролик записал через два компания закрылась и я лишился работы вот после этого я подрабатывал там два месяца кое-где пошел стажироваться на трак но решил не идти на трак выбрал другое место работы сейчас я работаю абсолютно в другом месте не связано никак с траками а то многие просто думаешь на траке работаю нет я не на траке в другом месте к сожалению да у меня был ролик на канале про мою работу нынешнюю но его пришлось скрыть так как я вам в том ролике уже говорил что про работу мне снимать нельзя так что ссори про работу я вам рассказывать ничего не буду вот первое что изменилось это у меня появилась более менее стабильная работа я сейчас не не в том положении да как несколько месяцев назад когда у меня вообще нет денег просто есть средства для существования так скажем вот сколько надо столько я зарабатываю многие наверное хотят услышать от меня то что мол я поменял свое отношение к штатам в плохую сторону но не многие может быть а некоторые да у меня очень много хейтеров на канале и стало наверное больше поставок записал ролик про политическую мою позицию там комментарий просто ужас я не знаю но я как бы к ним нормально отношусь мне вообще по барабану что там люди пишут что там люди говорят я не обращаю внимание на хейтеров да мне нравится читать я все читаю комментарии вообще все комментарии я читаю и хейтерские и те которые выражают поддержку я благодарен всем подписчикам которые выражают поддержку мой и наш адрес но к сожалению или к счастью я ничего плохого про штаты на данный момент вообще не могу сказать все что я говорил в том ролике и я говорил кстати в том ролике о том что у меня не было розовых очков никаких по поводу сша то есть вот у меня есть черные и вот единственные очки которыми есть вдобавок моим очкам для зрения до розовых очков никогда не было и сейчас их у меня и не появилось как бы и я их не снимал потому что их небо я прекрасно понимал куда я еду я прекрасно понимал что это за страна прекрасно понимал минусы этой стороны прекрасно понимал плюсы этой страны и как бы все как я думал примерно так и сложилось да не сто процентов но примерно то как я думал за эти полгода мы купили себе машину да можете поздравить это ролик об этом на канале тоже есть немало просмотров набрал да взяли мы джип чироки обычный не гранта такой кроссовер купили моего в кредит после двух месяцев по моему ну да нет даже полтора месяца всего прошло мы взяли себе машину без social security number без всяких таких штук стоит сказать для тех кто не знает мы перешли границу с мексикой нелегально но в америке мы находимся уже легально потому что мы подали прошение на политическое убежище поэтому у нас уже есть документы ну то есть документы такие что мы можем подтвердить свою личность да нет у нас разрешение на работу у жены и у ребенка есть social security number им почему-то он пришел а мне так и не пришел уже пять месяцев прошло после того как им пришел не знаю скорее всего но я так думаю что его просто почтальон потерял где-то по пути поэтому поэтому к сожалению у меня его нет вот на вот купили машину платим 491 доллар в месяц за кредит плюс у нас охереть какая дорогая страховка 350 долларов то есть в общем получается в районе 80 850 долларов мы платим за машину это наверное соразмер на той аренде которую я бы платил за такую же машину не новый он 19 года 50000 миль пробег но относительно свежий автомобиль и я очень доволен что мы взяли его у нас там три месяца ой три месяца три года бесплатно обслуживанием вообще всего ну чтобы не сломалась все бесплатно чинят даже я был момент когда проколол колесо ну просто туда саморез попал и мне просто новое колесо поставили вот такой вот сервис я конечно охренел новое колесо могли бы просто саморез достать как как обычно делают дырку заклеивать и все ездишь дальше нет поставили новое колесо также там любую вмятину любую царапину любую поломку все делают по так это называется наверно какая-то страховка да я не знаю я когда оформлял кредит читал документы там был пункт о страховании по моему это тысяча с чем-то долларов стоил на три года ну то есть это мне кажется окупает себя полностью да если у тебя три года вообще бесплатный ремонт всего машина обошлась 22 тысячи долларов под 15 процентов годовых что я считаю нормально для мигрантов которых вообще нет документов и через полгода пользования машины я могу сделать рефинансирование вот скоро уже полгода пройдет даже уже наверно прошло так что я уже могу делать рефинансирование и уменьшить процент но он там не сильно уменьшится наверное процентов 12 будет как бы все равно это скажется да на платежей ежемесячным он станет меньше чуть-чуть и страховку нас тоже будет не 350 долларов это у нас на полгода каждый месяц 350 долларов как проходит этот срок если у нас нет никаких штрафов нет никаких аварий страховка уменьшается я думаю в районе 250 долларов наверное я так рассчитываю по крайней мере я буду платить за машину в общем такие дела еще у нас изменилось мы переехали в нормальную хорошую квартиру про это у меня роли кстати тоже на канале есть про нашу квартиру абсолютно новый район абсолютно новый дом мы там первые вообще кто заселились в нашу квартиру до этого там никто не жил там новый ремонт полностью вот он только-только сдано то есть дом сдано всем это заселились все это удовольствие стоит две тысячи четыреста пятнадцать долларов в месяц плюс белый короче говоря где-то 2700 долларов но как вы понимаете я там не живу у меня семья живет майами да я сам балабами сейчас вот ну я по работе здесь бываю дома там раз в месяц на неделю приезжаю а так там у меня живет супруга с ребенком и родной братишка моей жены братишка платье там 700 но закин закинул последний раз 900 долларов как бы я вообще заплатил получается там 1800 долларов да ну в общем вместе с белыми до этого мы снимали студию за 1600 но цена поднялась до 1800 после того как у нас ли закончился бы снова поднялась поэтому я такой подумал ну зачем я буду платить 1800 долларов за студию если мы можем снять себе нормальную квартиру офигенную квартиру на самом деле и жить себе спокойно я как бы я хотел что у меня семья жила в нормальном хорошем доме в хороших условиях там есть бассейн там есть сад там есть набережная и делаю до сих пор сзади дома так что такие дела в общем переехали в новую квартиру классную из майами пока мы не уехали что вот у меня и за полгода такого прям кардинального поменялось это мне захотелось уехать из майами куда-нибудь знаете куда-нибудь на север штат мэн штат вискансин такое и куда-нибудь туда не знаю почему у меня самая такая самая наверное большая причина того что я хочу переехать что моя смерть переехала это то что майами в общем то там безопасно да но по по всем статистикам там не супер безопасно и не знаю хотя меня меня захотели ребята которые живут в майами типа чё ты про майами так плохо говоришь вот в том же ролике когда я рассказывал про месяц жизни в сша я сказал что там не супер безопасно но я говорил именно о своем районе где мы жили ну как бы он нормальный район голливуд майами даже город отдельный я смотрю на статистику и меня это не особо впечатляет я вот когда смотрю на статистику городов штата мэн штата ньюгэмшир еще какие-то штаты да его забыл северные штаты в общем там вообще ничего не происходит с одной стороны там наверное супер скучно да но с другой стороны безопасность превыше всего и похер что там скучно если есть какой-то хобби и чем-то ты занимаешься то вообще похер где жить вот я сейчас в городе таскалуза классный город мне очень нравится блин вообще прикольный но тоже когда статистику открываешь тут менее безопасно чем в среднем по сша поэтому ну и очень много как бы он помех искать очень много короче чернокожего населения 44 процента там где это не я придумал это такая статистика там где много чернокожих там больше преступность там больше проблем и все такое в северных штатах 90 95 процентов белого населения там реально супер спокойно и вообще никогда ничего не происходит там супер безопасно и супер лакшери жить что я могу сказать про штаты вообще в общем что я считаю на момент вот 8 месяцев пребывания в стране я считаю что это страна номер один для мигрантов эта страна номер один для тех людей которые хотят изменить жизнь вообще с нуля просто приехать в какую-то новую страну поменять вообще полностью всю свою жизнь и приехать с одним чемоданом и полностью поменять свою жизнь и добиться вообще всего что они хотят реально тут америка это такая страна возможности здесь все что ты хочешь можно реализовать и было бы желание как говорится но что вам стоит знать вообще самое главное перед переездом в америку первое время это очень ну наверное первый год-два для кого-то пять это очень сложное время в плане того что но сами представьте вы приезжаете в страну чаще всего вообще не зная даже английского языка не зная культуры вообще ничего не знаю не понимаю и вам придется здесь строить новую жизнь так скажем знакомиться выходить каждый день из зоны комфорта этого на самом деле очень сложный такой самый сложный период его просто надо пережить у меня был такой период когда у меня не было денег заплатить за кредит на машину и не хватало 100 баксов заплатить за кредит то есть у меня списался бы кредит у меня было бы минус 100 долларов на карточке как бы такой себе ощущение было у меня в тот момент но очень важно и очень нужно этот момент пережить и люди которые этот момент переживают да не очень тяжело работают здесь очень часто выходит как я говорил зона комфорта но потом это все тебе дает такой буст в развитии просто не представляете как здесь становится потом хорошо после того как вот этот вот этот период проходит я не своего опыта говорю да потому что у меня до сих пор этот период я до сих пор прохожу адаптацию вот это вот как бы это всего 8 месяцев поэтому о себе говорить не буду но у меня уже есть знакомые которые здесь живут несколько лет и знакомые которые живут и по 30 лет и нет людей которые сказали бы что штаты в штатах невозможно чего-то добиться в штаты это такая плохая страна где куда лучше не ехать да есть такие люди которые только приехали у меня среди подписчиков моих были такие люди кто приехали пожили здесь какое-то время поняли что это не их страна и уехали да потому что штаты не для всех кому-то вот та сторона где они родились где они выросли единственное место для их существования то есть они больше нигде не смогут жить есть люди которые могут в любую страну мира переехать и построить свою жизнь вообще с нуля есть люди то куда бы они не переехали нигде не смогут жить кроме своей родины чаще всего даже кроме своей своего города своей деревне для своего поселка где они родились очень много таких людей на самом деле но было бы странно если бы их не было за эти полгода в америке я поездил по нескольким штатам в первую очередь это было когда стажировался на траке не зря полторы недели проездил бесплатно посмотрел разные штаты но что хочу сказать пока из тех штатов где я был мне ничего больше чем флорида не понравилось не знаю почему вот кстати здесь и в алабаме и в миссисипи штатах они более-менее одинаковые по природе своей очень нравится опять же в плане природы да здесь очень много деревьев здесь нет той влажности которая в майами во флориде это же есть просто влажность ты выходишь на улицу тебя сразу сразу потеешь короче говоря там даже не нужны влажняющие крема потому что очень важно здесь как бы тоже важно но не так как там и сама природа мне очень нравится но это бедные штаты и опять же здесь очень много черных вот поэтому здесь жить наверное я бы не хотел и семью свою здесь держать пока я где-то работаю тоже такой себе ну и самое главное самое главное такая перемена того что здесь у меня произошло за полгода я снова начал себя ощущать знаете супер энергичным так скажем супер целеустремленным потому что в последнее время в россии я не знаю почему но все это конечно связано с политической обстановкой стране последнее время в россии мне вообще ничего не хотелось делать да мне там хейтеры сейчас напишут что ты типа блин в россии ничего не добился и что думаешь в америке что добьешься кстати будет ролик о том чем я занимался в россии кого-то это может удивить кого-то нет в общем здесь вот за эти полгода короче у меня появилось супер много энергии и очень хочется чего-то достигать опять да вот я помню себя в 19 в 20 лет у меня было такое желание что-то делать такое желание добиваться чего-то потом постепенно с возрастом но мне сейчас 26 и вот постепенно последние четыре года в россии у меня это желание вообще отпала меня вообще ничего не хотелось делать я супер ленивый человек и здесь вот этой линии как будто бы нет я не знаю с чем это связано может быть здесь такая обстановка атмосферы что это все пропадает и ну никогда просто ленчайничать надо работать надо как-то жить но и в россии надо работать и жить я работала жил и как бы не знаю вот короче говоря здесь у меня появилось очень много энергии не сглазить бы и реально хочется достигать хочется еще знаете чувствуется в америке такое что нет потолка какого-то ты вот можешь мечтать вообще о чем угодно здесь смотря на всякие истории мигрантов смотря на всякие истории меня не понятно это ошибка выжившего я там не не питаю иллюзии что я стану миллионером и миллиардером и джеффом бизнесом до очередным или илоном маском к сожалению мозгов мне не хватит для этого но все равно здесь для меня нет и вообще для кого-либо нет потолка вот ты чего хочешь добиться здесь реально ты этого добьешься я уже говорил в начале ролика об этом но вот это моя такая трансформация за полгода в штатах не очень этому рад я прям чувствую что я нахожусь там где должен был быть понимаете и в россии я себя чувствовал почему-то не дома я всегда последние четыре года в россии я чувствовал себя вообще не на своем месте я чувствовал что я здесь не хочу ничего делать я вообще не хочу ничего добиваться мне не хочется здесь жить и я даже а штатах не мечтал мне не было такой идеи до поры до времени уехать штаты но было у меня такое ощущение что мне вообще ничего не хочется делать я не хочу здесь жить я не хочу здесь развиваться вообще ничего не хочу ну и так вот я и жил как бы как по течению короче как мой же стекла так и тепла ничего не хотел менять вообще здесь же вот это все трансформировалось перевернулось вообще сверху на голову с ног на голову и хочется короче, хочется добиваться, хочется расти хочется работать я вот уже 6 неделю работаю подряд, каждый день сегодня первый день, когда я не работаю вообще, и то, как вообще я полдня там ездил, закупал себе материалы для работы, да, ну это как бы можно сказать, работал, просто мне за это никто не заплатит поэтому я не считаю это рабочим днем вот первый раз за 6 недель я отдыхаю такого в России я не мог себе представить, чтобы я вообще без выходных где-либо работал, ну типа мне просто неохота была ничего делать не знаю, не знаю с чем это связано вообще ну вот приходится констатировать такой факт штаты это мой дом реально, мне здесь по кайфу здесь очень круто, я не знаю у меня нет, опять же повторюсь у меня нет розовых очков я прекрасно ощущаю и понимаю все минусы страны вообще очень много минусов в этой стране очень много минусов, но когда начинаешь их называть и такой да вроде бы не так уж и много и даже вот эти мои субъективные оценки по поводу безопасности что здесь не чувствуется такая безопасность как в России, да если посмотреть на статистику то не супер ну не намного здесь небезопасно, чем в России как бы здесь чуть-чуть может быть опаснее но опять же это наверное ощущается из-за того, что знаете, это у меня пропадает чувство безопасности когда много очень рядом чертах но опять же это наверное такое предвзятое отношение я не расист я в России очень много раз спорил у меня есть друг, с которым мы даже ругались на эту тему что он там про черных плохо говорил я их защищал сюда приехал типа ну просто не знаю как бы ты себя более-менее безопасно чувствуешь среди белых вот это такая вот я не знаю блин почему, наверное об этом вообще нельзя говорить по поводу свободы слова кстати на самом деле в России если вот убрать политику в России можно говорить о чем угодно в России свобода слова если вот убрать политику больше намного больше там не обижаются никто нет никакой толерантности ты там что хочешь говоришь здесь в Штатах вот это наверное главный минус Америки то что здесь все-таки все обижаются если ты плохо говоришь о черных геях лесбиянках там о меньшинствах да каких-то все обижаются нельзя о них плохо говорить и это все-таки не свобода слова как бы тут не преподносили да здесь в плане политики ты можешь вообще говорить что угодно ты можешь как угодно охотить там Байдена как угодно охотить президента кого угодно охотить мэра губернатора и все такое вообще тебе ничего не будет но вот к меньшинствам здесь такое вот отношение нельзя короче ничего сказать но я я не знаю мне кажется это минус потому что все-таки если я что-то думаю про конкретного человека не про всех да например не все черные мне кажется что типа точнее не среди всех черных небезопасно но есть такие районы в том же Майами где реально небезопасно но кстати в Майами очень небезопасные районы это не черные районы это районы с латиноамериканцами с латиноамериканцами приехавшими ну там из Кубы из Венесуэлы из Никарагуа из латинских стран короче из латиноамериканских вот там больше всего преступности и больше всего там стреляют у меня было приложение установлено citizen там можно было прямо в прямом эфире смотреть где стрельба где что происходит и вот всякая такая хрень происходила в тех районах где живут латиносы я сам сталкивался у меня было у меня было два раза здесь такой очень странный случай на самом деле очень странный когда со мной начинали разговаривать это вот был первый раз в Майами с латиносом с одним он мне что-то говорил я ему говорю я типа не говорю на английском сори и он начал гнать на меня то что что я здесь вообще делаю без английского языка какой я тупой все такое ну я не стал типа я не стал вообще никак с ним спорить я говорю окей гуляй дальше да не хочу нороваться на проблемы нахер они мне тут нужны в России бы я по-другому отреагировал конечно я и по-другому реагировал раньше с возрастом все-таки становишься поспокойнее и уже как бы конфликты сглаживаешь не хочешь вообще ни в какие споры лезть а тем более в драки а здесь это нахер мне не надо и второй раз была ситуация я был в Индиане как раз таки приехал на эту работу в городе Индиана Индианаполис штат Индиана я сидел ел ко мне подходит черный что-то говорит я просто не хотел с ним разговаривать может быть я даже и понял бы на тот момент но я не хотел с ним разговаривать я говорю типа I don't speak English sorry и точно такая же фраза типа ты тупой там зачем ты сюда приехал без английского языка типа английский не знаешь все такое я такой думаю что за что такое что за дискриминация по языку такая ситуация была я не скажу что ну типа я уже не могу сказать что все американцы относятся к приезжу хорошо но вот оказывается есть два человека за все время я встретил таких людей которые не очень хорошо относятся к мигрантам ну и на самом деле здесь есть много штатов которые плохо относятся к мигрантам в том числе и как бы это было вообще это очень странно но Флорида тоже не супер хорошо относятся к мигрантам почему странно потому что там очень много мигрантов там очень много мигрантов с Латинской Америки потому что все едут во Флориду испанский язык там number one там в основном на испанском все разговаривают и очень странно что губернатор штата Флорида и скорее всего будущий президент ну не знаю с его риторикой насколько будущий ну вот на данный момент губернатор штата Флорида он не жалует мигрантов вообще ну типа хотя я уверен на 99% что его потомки даже на 100% его потомки мигранты тут в США нет людей кто бы здесь родился ну кроме индейцев да поэтому все-таки штаты это мигрантская страна кто бы что ни говорил как бы они плохо некоторые штаты не относились к мигрантам штаты построены на этом штаты построены на мигрантах на мигрантском труде потому что каждый мигрант приехав сюда въебывает не по-детски реально чтобы выжить ты работаешь 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 и потом уже когда ты чего-то добиваешься если ты правильно все делаешь если ты там откладываешь деньги вкладываешь куда-то их тогда ты уже поднимаешься и постепенно становишься на ноги но в первое время ты тут вообще как раб на галерах короче говоря ну по-другому никак по-другому и в любой стране никак в Россию вот приезжают ребята из Ближнего Востока ну из Узбекистана Таджикистана Киргизистана они тоже все работают представляете и русские работают которые хотят чего-то добиться очень много работают без этого вообще никак ни в какой стране просто штаты чем отличаются что здесь ты это делаешь ну у тебя нет ощущения того что ты делаешь это за просто так ты здесь если работаешь ты реально это делаешь за деньги то есть деньги которые тебе которых тебе хватит на жизнь которых тебе хватит там отложить если тем более вы вдвоем там с женой приезжаете или с девушкой работаете у вас вторую зарплату я сейчас не преувеличиваю можно полностью отложить если не шиковать там да не снимать как мы там апартаменты за 2700 долларов вот если жить там в обычной студии либо в однокомнатной квартире а еще лучше там вообще в комнате тогда можно хорошо заработать и откладывать вторую зарплату полностью то есть тут возможностей возможностей очень много в США просто куча да мне будут писать люди давай сними ролик как меня под первым под тем роликом писали сними ролик через несколько лет я сниму обязательно ролик через несколько лет потому что я не планирую забрасывать ютуб канал так что буду снимать буду рассказывать и дальше о своих ощущениях в штатах не супер много произошло за полгода да вкратце купил машину сняли квартиру хорошую реально более-менее стабильная работа надеюсь она у меня и останется на ближайшие годы вот в общем короче какая-то стабильность за эти полгода уже обретена я дышу спокойно я не переживаю там за то что мне не хватит заплатить за квартиру нет у меня такого нету и в общем в целом так мне кажется за полгода в США выйти на стабильный доход выйти на стабильную жизнь это уже хорошо кто бы что ни говорил под мостом мы не живем что-то услышал под мостом мы не живем слава богу обратно домой не собираемся даже мыслях такого нет реально да бывает иногда ты там тоскуешь по друзьям родным и местам твоим молодости но нет такого что я бы хотел уехать я бы хотел если бы не вот эта политическая ситуация вообще связанная со мной и связанная вообще с Россией я бы хотел там съездить на недельку домой увидеться с родными и все вот неделя максимум две все обратно реведерти я поехал обратно к себе домой в США вот такие дела в общем ребята на этом ролик подходит к концу ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока